привет друзья но вот я выполз на улицу чтобы приготовить вместе с вами шашлык шашлык из курицы вот такие вот шампура кстати я еще картошечки хочу нажарить друзья вот такой вот картошечки курица цыпленок табака еще живой он еще думаю не летит с кастрюли привык жарить кур шутка я конечно отжарил достаточно не в интернете об этом говорить я ставьте вот такие лайки пишите в комментариях как вы проводите лето на шашелках также как я в одиночестве или с кем-то лишь не вы дрова дровишки еще их мама и заготавливала чтобы наверное я потом ими пользовался ее к сожалению нет уже на этом свете поэтому думаю она смотрит и радуется что они пригодились мне тем более ее сыну этого друзья мой фирменный пенек на котором я как на стуле сижу и греющего этого костра давайте последнее бревно закинем туда все костер получился позже него можно греться плясать на все что душе угодно вот такая вот курочка такой цыпленок табака на вишневых углях углях видите на давайте перевернем крайне неудобно ставьте вот такой жирный лайк не забывайте кто не подписан подписываться на канал не очень важно кстати комментарии ставки не очень важно знать что вы смотрите мои видео не важно заходит они вам или нет ставьте любые гневные или хорошие не очень важно друзья знать смотрите вы меня вообще или нет потому что но может быть просмотр и есть но до середины вы досмотрели или до конца или вообще там на второй минуте отключили видео для меня это очень важно привет друзья но вот я выпал с на улицу чтобы приготовить вместе с вами шашлык шашлык из курицы можно так вот куриный шашлык поэтому давайте наверное приступим хуже 7 вечера 1900 три часа я только поставил уже 7 я думаю пора уже все-таки и жарить вы понимаете о чем я меня правильно мой черный юмор также мы будем ее жарить на вишневых поленьях как я вам и обещал у меня угля должны быть хорошие вкусные сегодня у нас будут вкусные вишневые угля и вот такая вот решетка утепился не по погоде вы скажете нет уже вечер довольно прохладно поэтому я решил немного утеплиться сейчас еще пару часов пока угля разгорятся может быть за час за полчаса пока она приготовится уже будет прохладно довольно таки поэтому я заранее уже подумал об этом чтобы не замерзнуть такая вот решетка друзья еще раз такая вот решетка и вот она наша с вами курица цыпленок табака еще живой он еще думаю не летит с струле и вот такой вот мангал самодельная яма тут бычки но они перегорят я думаю друзья неудобно себя снимать одной рукой нет оператора и даже будет намного вкуснее когда они перегорят ну и угля естественно тоже никакие покупные а свои с вишни поэтому давайте наверное начнем приготовление не забываем ставить такие жирные лайки жирные при жирные и подписываться также не забываем комментировать это видео но и остальные мои видосики тоже можете по комментировать друзья пойдемте за углями какие тут дебри прям проберешься сюда такие друзья здесь заросли прям еще сюда проберешься этим бровишкам как буратино они сами не придут чтобы тебе растопить печь в данный момент мангал будем разжигать такие вот вишневые дрова дровишки еще их мама заготавливала чтобы наверное я потом ими пользовался ее к сожалению нет уже на этом свете поэтому думаю она смотрит и радуется что они пригодились мне тем более ее сыну такие вот давайте возьмем я без вас еще возьму я не буду ту и дело с камерой бегать возьму при вас пару штук так вот за раз думаю нам хватит а хотя нет вот друзья нагрузился дровами вишневыми как и обещал вот вам показываю что они не покупные угля будут пойдемте наверно потихоньку тут надо еще пройти давайте их сторон так откинем так вот сюда и весь видите заплазнулся думаю это не самое страшное в этой жизни испачкаться к тому же это благородная грязь такие вагрова друзья вишневые вишни можете по коре в принципе кто разбирается понять что это вишня такая 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 вот моя рука грязная в зале давайте их сложим аккуратненько ну это мой загаженный мангал самодельный яма скажем так на это кирпичи вот я вам уже показывал покажу еще разочек на этом участок пусть скажете не показывает все я показываю специально для вас дорогие друзья и подписчики если вы еще не мои друзья и подписчики то можете ими стать пока у меня кстати малина малина такая но уже подсыхает уже отходит хотя эти руки у меня принципе грязь то деревенская думаю я же не в городе по улице лазил поэтому думаю не такая грязь короче давайте еще возьмем вот друзья вот так вот я как сказать накидался дровами понесем их к нашему мангалу готовить шашлык друзья вот такой вот костер у нас получился сам процесс розжига я не стал снимать так как неудобно мне одной рукой с первой попытки разгорелся поэтому из меня хороший поджигатель такой пенек это типа стульчика стул такой я курить вредно я бросаю там уже почти лежат сегодня думаю последний день я попытаюсь бросить курить такой вот костер получился после него можно греться плясать на все что душе угодно думаю вот так же отдыхаете летом у себя на даче друзья вот такой вот костер у нас получился думаю теперь видно меня горло немного отпустило теперь она не болит так сильно видимо костер так влияет на голосовые связки поэтому советую вам также качу лето не кончилось посидеть у костра вот это вот друзья мой фирменный пенек на котором я как на стуле сижу и греюсь у этого костра какого-то огонь у нас уже давайте подкинем вишневых дровишек так другую руку камеру возьму неудобно так вот видите какое пламя все неровно как-то ну ладно перегорит думаю попробую поправить возьму палку который у меня под рукой дым и глаза друзья думаю видно у меня ваза слезят с красные поправим просто руками туда не рискнулись останусь без рук и тогда некому будет для вас снимать видочки такой вот у нас друзья с вами костер получился нужно посидеть помолчать у костра или песни попеть но я один и гитары нет поэтому посидим и помолчим если вы не против так что друзья ставьте вот такие лайки пишите в комментариях как вы проводите лето на шашелках так же как я в одиночестве или с кем-то пишите все в комментариях я думаю это будет всем очень интересно не только мне мы пока будем ждать когда дровишки перегорят перегорят и можно будет ставить мясо на углях друзья думаю вы также проводите лето в компании друзей или со своей девушкой или как я в одиночестве поэтому пишем обязательно в комментариях как вы отдыхаете с кем и где может быть тоже на шашлыках или также у озера на рыбалке разжигаете костер жарите рыбу обязательно пишите в комментариях как вы это делаете я думаю не только мне будет интересно почитать а также и другим людям подписчикам и просто которые зашли на этот видеоролик посмотреть почитать как вы отдыхаете летом и чему-то у вас поучиться друзья давайте еще подкинем дровишек немножко потому что когда будут угля их будет маловато яма очень глубокая и как-то забыл землю закидать выгорело уже и из-за этого жар не будет доставать до решетки нам надо еще подкинуть немножко друг вот сделаем не очень аккуратно одной рукой неудобно но как как получается друзья все вроде бы вроде бы все красиво получилось такой вот костер у нас с вами разгорается скоро будут угля мы приготовим курицу цыпленка табака вернее по моему друзья рецепту тут соседи за забором поэтому особо я кричать не могу что-то я не готов сегодня общаться на разные темы так вот друзья мы с вами растопим как печку прям на только костер над костер мангалом не знаю можно позвать нет ну что-то отдаленно напоминающие мангал давайте последнее бревно закинем куда все будем ждать наши угля красиво да друзья горит огонь щелкают дровишки жалко запах нельзя передать но думаю у вас еще лет впереди поэтому вы сможете также провести время как я друзья я отмыл решетку вернее мы с вами вместе и отмели будем так говорить вот решетка обязательно обязательно надо ее было помыть хотя она уже чистая была но пыль на ней все равно присутствовала а мы не будем с вами в грязной посуде готовить такая у меня таз извиняюсь это от кошек дворовые кошки бегают курицу утащат только глазом не успеешь маргануть и курицы уже не будет такой вот цыпленок уже замариновался так удобно вам показать когда я еще в объективе как-то я не вижу что получается при съемке и может какая-нибудь лажа получится что-то не хватает в кадре у меня например или курицы в принципе запах такой прям очень классный запах жалко друзья нельзя вам передать запах этой тушки цыпленка давайте я буду одевать наверное не наверное буду то есть в решетку привыкшим фурам в решетку ставить наш с вами курица цыпленка такой транс получается курица цыпленок шутки друзья вот так это выглядит я к сожалению а может быть и к радости не стал вам показывать весь процесс как это на решетку закрепить цыпленку кутушку цыпленка но думаю вы сейчас и так сможете это увидеть рассмотреть так вот я почему я говорил надо пополам разрезать чтобы ну так вот ровненько лег на всю решетку то есть сок я слил цыпленка еще раз полил соком как он весь в соку видите да друзья мясо но это ножик у меня поэтому немножко такой раскуроченный но в принципе в принципе не так страшно главное чтобы он был свежий и вкусным вкусным маринаде поэтому вот так вот я как с трофеем скажу вам сейчас перегорят угля и мы пойдем вернее дровишки станут углями и мы пойдем с вами ставить я все это сниму весь процесс чтобы вы насладились процессом жарки друзья вот такие вот дровишки почти перегорели думаю еще недолго и можно будет готовить нашего цыпленка на вишневых углях давайте еще минут 10-15 подождем ну вам то в кадре меньше ждать монтаж сделаю секунды и все было так в жизни друзья чтобы за секунду можно было перемотать пол жизни друзья ну вот и подошла пора время ставить я думаю курицу вернее повторюсь нашего цыпленка на угля что я буду делать хочу показать самодельным мангалом с этой ямой она широкая она очень широкая я буду вот такие вот шампура кстати я еще картошечки хочу нажарить друзья вот такой вот картошечки а потом уже после сделаю ее на углях такая вот картошечка вот фокусировалась камера не хочет фокусироваться нормально когда я не заставишь не пнешь скажем так вот такая вот картошечка у меня лежала в погребе и сегодня мы будем ее делать для положим ее пока просушиться немножко сюда на кирпичи они уже довольно таки горячие вот так вот аккуратненько чтобы она туда пока не упала еще рано так что друзья давайте наверное ставить поставить шампура а на них решетку сверху так вот мы их приспособен так сейчас не очень удобно опять же говорю друзья ради вас на какие жертвы не пойдешь ты одной рукой неудобно так вот мы поставим я уже так делал так а третий сделай вот так вот сделаем третий жар очень большой отсюда идет так немножко наши головешки подвинем они долго будут перегорать мы ждать не будем с вами необычно делаю так в сторону там они уже перегорят пойдемте за нашей курицей друзья за нашим цыпленком постоянно хочу курицы назвать привык жарить кур шутка меня конечно отжарил достаточно но не в интернете об этом говорить какой я нехороший друзья так вот будем так сейчас надо понять конструкцию как я делал прошлый раз по моему так если мне память не изменяет друзья решил без вас одной рукой неудобно все это сделать и вам показать в принципе вот такая вот чудо конструкция надо ли решетку побольше мне дым я дыма наглотался или решетку побольше или мангал по луже как его сделать думаю видно вот она курица уже идет аромат друзья какой здесь дым меняешь слезы текут видно нет красные глаза давайте теперь ждать друзья пойдемте посмотрим что с нашим цыпленком готов он или нет я к сожалению без вас его поставил на угля потому что у меня с камерой беда случилась на перегревается и видеозапись кое-какая испарилась наверное к моему сожалению может быть к вашему наверно будешь к моему меня этих кадров не будет но я вам покажу вкратце что получается вот у меня вернее у нас с вами цыпленок вот такой вот такая вот меня приблуда я взял шампура я так уже делал и использую их месть вместо ну как бы такая вот конструкция чтобы пришел к начал стояла потому что как можете наблюдать она короткая вот мне приходится ставить шампура вот так чтобы на чем-то она стояла картошечка тоже собираюсь в конце когда цыпленка мы уже снимем а может быть в середине процесса закинуть в угля картошечки вот такой деревенской в погребе лежала такая вот картошечка закинуть ее угля поэтому друзья давайте я переверну цыпленка а то он сгорит наверное это сделаю без вас потому что ни одной рукой ну крайне неудобно если так у меня друзья получится это сделать надо брать полотенце взяли полотенце такая вот у нас курочка сейчас уже темнеет на улице поэтому можете заметить кстати резко потемнело друзья друзья давайте посмотрим что с нашим цыпленком он уже стоит на огне приличное время я к сожалению не смог вам заснять эти кадры и показать монтировать поскольку камера от перегрева постоянно отключается и уже три раза у меня испарились куда-то кадры отснятые отснятого материала поэтому думаю попробую я покороче сделать этот кусок видео чтобы с камерой опять не случилось мистика скажем так такая вот друзья курочка думаю вам видно вот друзья вот такая вот курочка такой цыпленок табака на вишневых углях углях видите на давайте перевернем крайне неудобно друзья я думаю вы слышите как она скворчит а капает сок на угля на вишневые цыпленок почти готовый капает с нее сок прямо на угля на наши с вами вишневые вишневые такая вот курочка вернее он наверное слышите да цыпленок цыпленок табака сок копыт на угля наш с вами вишневые угля наш с вами вишневые угля курочка истекает соком цыпленок 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 табака такой вот друзья сочный аппетитный цыпленок табака цыпленок вот такой вот цыпленок у меня получился но я лучше поставлю дойти на огне на жару просто у меня камера отключается когда я близко к костру сижу и видимо она перегревается пишет перегрев и все кадры просто чертям удаляются наверно да к чертям друзья так вот божественное вернее он цыпленок табака такой думаю видно такой вкусненький жалко я не могу вам запаха передать копыт сок аж на руку мне ну слава богу не горячий такая вот курочка друзья ну вот я исправил ситуацию как можете наблюдать она обжег себе при этом палец себе сжег думаю не видно поэтому будем ждать пока она пропечется вся до конца снимать и закидывать картошечку туда а потом кушать вам кстати тоже приятного аппетита такая вот друзья вернее такой цыпленок табака я вам здесь покажу потому что у костра я уже говорил перегрев аппаратуры хонор вообще он так он быстро нагревается я про телефон это конечно минус большой друзья я не выдержал и решил цыпленок кстати уже готовый и решил показать вам при нормальном свете на кухне где мы с вами в начале снимали что получилось на выходе какая корочка как он выглядит уже готовый потому что ну в темноте на улице не очень видно думаю хотя это сложно не увидеть лично я всегда шашлык увижу даже в темноте но хотелось бы вам показать более чтоб это было более что ли симпатично давайте посмотрим вместе с вами такой друзья получился цыпленок табака видите да такой вот красавчик смотрите корочка такая аппетитная я сейчас я оторву кусочек и съем очень вкусно на такую ставьте жирный лайк кто тоже любит жареную курицу на костре такой вот он смотрите сверху сверху тут я кожицу обонял вы сами видели как я ее проглотил так скажем люблю больше на решетке делать потому что на шаппорах как-то шашлык уже приелся а на решетке как-то все-таки она более такая знаете как вот ларьков продают у станции метро где вокзал с электричками вот что-то типа этого только с дымком свежее не тухлое и ты сам это готовил ты знаешь как это для себя любимого с любовью ну меня поняли я думаю друзья поэтому ставьте вот такой жирный лайк не забывайте кто не подписан подписываться на канал мне очень важно кстати комментарии ставки мне очень важно знать что вы смотрите мои видео неважно заходит они вам или нет ставьте любые гневные или хорошие мне очень важно друзья знать смотрите вы меня вообще или нет потому что ну может быть просмотры и есть но до середины вы досмотрели или до конца или вообще там на второй минуте отключили видео для меня это очень важно поэтому спасибо вам и за лайки также спасибо то что я знаю вы мне их авансом поставите обязательно друзья я думаю будем прощаться ставьте вот такие вот жирные лайки подписывайтесь на канал кстати не забывайте комментарии тоже оставлять ну и рассказывайте друзьям что есть канал который называется жека влоги пока я забыл добавить под видео будут номера электронных кошельков и ссылочка на донат это для всех моих ненавистников кто обзывает меня попрошайкой и все в этом роде можете отправить какую-то денежку на поддержание канала чтобы новые видосики также регулярно выходили для вас на ютубе и других социальных сетях ну я думаю на этом Продолжение следует...